4, 3, 2, 1, старт! Их сильное желание бежать слышно по всему Ленинскому лугу, на котором 4 февраля проходили соревнования по ездовому спорту. 120 участников и более 200 собак приехали на гонку Суздальский луг 2017. Подобные мероприятия здесь проходят уже во второй раз и включает оно в себя 7 дисциплин. Скиджоринг с одной и двумя собаками, упряжки шестерка, четверка и двойка и, конечно же, детские старты отдельно 6-9 лет и 10-15. Трассу мы накатываем сами. По поводу места, место в принципе может быть любое. Интересно, когда есть рельеф, интересно, когда есть повороты. В основном на такие соревнования люди приезжают не по отдельности, а целыми командами, как, например, Королевская поляна. Существует она уже приблизительно 5 лет и в ней около 40 человек. Всех их объединяет ездовой спорт и хаски. Команда Королевская поляна каждый раз старается выбрать какую-то дальнюю и интересную гонку. Например, в их копилке уже такая страна, как Белоруссия. Также в прошлом и позапрошлом годах они посетили Киров и Карелию. И это все не считая того, что ребята периодически ездят на соревнования в близлежащие области. Дивиза нет традиции. Ну, как сказать традиции. У кого из членов команды у нас день рождения, мы собираемся и вместе на тренировки или на соревнованиях поздравляем. Ну, как бы дружная компания, ничего. Ну, такого специального, специфического у нас нет. Дарья Лобанова начала участвовать в подобных гонках с 2013 года, с того момента, как подросла ее первая собака. Обе их хаски бегут в упряжке отчима и являются лидерами этой шестерки. В моей упряжке 8 собак и нет ни одной моей. А почему так? Ну, вот так получилось, что как бы я собрала себе упряжку из 8 собак. Все собаки подобраны по росту, по комплексу, чтобы им было удобно вместе бегать. Ну, и как бы все хозяева приезжают, привозят собак, вот, и мы их тренируем. Кроме того, что Дарья участвует в гонках, она также занимается тренировками как своих, так и остальных собак в команде. С момента, как питомцу стукнет 10 месяцев, его начинают приучать к шлейке. Также он постепенно привыкает к обучению командам право, лево, стоп и вперед. Каждой собаке нужен индивидуальный подход. Одни сразу встают и бегут, а некоторых приходится учить, что и является наиболее сложным этапом в подготовке к гонкам. Ну, а когда они достигают возраста 12-15 месяцев, их уже можно ставить в упряжку. А вот взрослым и детям разный подход, чтобы собаку подготовить или нет? А те, которые с детьми бегут, а те, которые со взрослыми? Ну, вообще да, потому что, например, у взрослых главное, чтобы был хороший лидер, который понимает все команды и слушается. То есть, если лидер, у вас есть взаимопонимание, то упряжка будет хорошо идти. А вот к детям самое главное, наверное, чтобы была очень управляемая собака, чтобы она беспрекословно выполняла все команды, чтобы ничего не случилось. За полтора-два месяца собаку можно подготовить к дистанции в три километра, а вот на большую нужно поэтапно приучать, постепенно увеличивая как количество тренировок, так и расстояние, которым необходимо преодолеть. Участников гонки «Суздальский лук-2017» награждали грамотами и призами от спонсоров соревнований. Также для всех в качестве развлечений устроили небольшие выступления в русском традиционном стиле с песнями и плясками. Евгений Коломит, Владимир Парфенов, телеканал «Твой».